Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Честное мнение». Мы работаем в прямом эфире. Мы вышли из затвора первой седмицы Великого Поста. И тема для разговора у нас сегодня самая, что ни на есть, есть Великопостная, отчасти трагичная, отчасти победная. Девять дней исполнилось со временем убийства в дагестанском городе Кизляре пятерых прихожанок Святки Оргевского храма. Для тех, кто не знает, расскажу, что дело было в прощенное воскресенье. По окончании вечерней с чином прощения во двор церкви вошел человек, вооруженный ружьем, винтовкой. Не суть важна. В результате стрельбы погибли пятеро женщин, и террорист был застрелен правоохранителями при попытке скрыться. И жертв могло быть значительно больше, если бы не, как ее называли и до этого события, блаженная Ирина. Ирина Мелькомова, она всегда во дворе храма сидела, просила милостыню. И вот свидетельство священника много добрых слов говорило и священникам, и всем прихожанам. Отец Павел Каликин, который не так давно стал настоятелем Свято-Георгиевского храма, свидетельствовал, что когда вооруженный человек вбежал во двор и начал стрелять, Ирина бросилась на него, стала бить его сумкой и кричать, а он развернулся и выстрелил ей в грудь. Вот благодаря ее действиям удалось закрыть двери храма, где находилось порядка 50 человек, в том числе и женщины, и дети. И также действительно героически проявил себя казак Сергей Пресняков, который тоже вызывал огонь на себя. Слава Богу, он остался жив. Но, тем не менее, действия Ирины и его позволили сохранить жизни многих людей. И вот краткие сведения о невинно убиенных тогда. Мы можем показать вам несколько фотографий. Людмила Георгиевна Щербакова, заслуженный врач Республики Дагестан, известная в городе врач-кардиолог. По первой просьбе она бежала людям на помощь. Вера Гавриловна Моргунова, ее сестра, была сотрудником районной администрации, возглавляла совет ветеранов войны, тружеников тыла и ветеранов труда Кизлярского района. Всегда была готова прийти на помощь тем, кто в ней нуждался. Многие, в том числе и насущные хозяйственные вопросы на приходе, решались по совету Веры Гавриловны. Надежда Сергеевна Терлиян возглавляла паломническую службу. Много лет работала учителем физкультуры, вела секцию волейбола в детской спортивной школе. Постоянно организовывала паломнические поездки. Вера Сергеевна Блиникова стала прихожанкой Георгиевского храма где-то с 2015 года. Очень добрый человек. Она ухаживала за мужем-инвалидом, который теперь остался без ее поддержки. Ну и вот об Ирине Мелькомовой отец Павел Каликин передал слова одной из прихожанок. Павел Каликин на Сретенье. Та встретила блаженную недалеко от храма, спросила, Ирочка, как дела? Хорошо. Куда идешь? На службу. А будет служба? Будет. А потом Ирина добавила, а знаешь, Пелагия Васильевна, я от вас скоро уеду. Уеду очень далеко и больше никогда не вернусь. Конечно, эти слова потом многократно вспоминали. Сегодня у нас в гостях Виктор Николаевич Николаев, лауреат Патриаршей премии по литературе, писатель, ветеран-афганец, с которым мы и хотим поговорить на тему «За други своя». Виктор Николаевич, наверняка вы были потрясены тем, что произошло буквально накануне Великого Поста, да, собственно, в любое время, когда бы это ни произошло. Это какие-то события, с одной стороны, жуткие, если только по-мирски говорить, а с другой стороны, это вот какое-то торжество православия, когда люди так поступают и так себя ведут. Знаете, здесь можно сказать и действительно разделить на мирское понимание вот этого подвига. Это подвиг мирской. Но хочется сказать, что в этом есть что-то, знаете, евангельское. Ведь вот вы перечисляете и имена, и чем занимались эти люди. А они в последнюю секунду жизни этим занимались. Вот то, что она была врач, она как врача закрыла, отвлекла огонь на себя и остальные так. И вот это блаженное, и то, что я от вас далеко уеду. И, знаете, они далеко не уедут. Эти люди всегда останутся рядом. Вот при всей трагичности ситуации и при том, что произошло, вот, как правило, такие имена, вот говорят, знаете, передаётся по наследству. Вот эта доблесть и вот это человеческое отношение, как вот некоторые говорят, я не знаю, как бы я на этом месте поступил или поступила. Вот объяснить это и дать анализ смог бы я, это практически невозможно. Это такой мгновенный порыв души, вот, что называется, как вы правильно сказали, за дороги своя. И вот смотрите, нам нередко навязывают такую фразу и такую теорию, есть ли у преступности национальность. А вот вы знаете, у национальности нету подвига, у милосердия, вот такого великого поступка. И ведь чем это подтвердилось? На похороны и на прославление и на отдание уважительного отношения и благодарности съехался весь Кавказ. Там было очень много народу абсолютно разных национальностей. И там не делилось на мусульман, христиан или ещё на кого-то. Просто когда вот это совершается, люди как-то все уравниваются в сострадании и в благодарности. Они не начинают делить, сколько мы вам должны, или тут никто ничему не должен. Здесь порыв сердца, и сердце вот даёт возможность прийти туда и сказать спасибо вот этим людям. Как вот этой блаженной женщине. Её ведь действительно любили. У меня был разговор с одним пожилым человеком, который там жил какое-то время. Он говорит, мол, оттуда уехали примерно за год до этого события. И я, говорит, её видел всего дважды в жизни. Вот знаете, говорит, что поразительно. Ведь она практически всё, что давали ей, она отдавала сама. К ней нередко обращались бомжи. Те, которые вообще ничего не имели в жизни, и просто перекусить. Как они заходили, вот эти люди, которые у них ни крова, ни родных, ни близких. Они знали, что она всегда копейку для них бережёт. Она всё отдавала последнее. И вот она отдала последнее, это свою жизнь. Вот всё, что у неё было в богатстве, в её сердце, в её душе. Вот это, знаете, это клад самый настоящий, на котором надо учить наших детей, наших внуков, наших школьников надо учить. И показывать, что вот только таким образом мы можем прославить свою фамилию и свой род. Вот говорят, знаете, как мы уже как-то с вами говорили, передаётся по наследству. А вот это тоже передаётся по наследству. Когда говорят, вот какая была мама, вот она прожила достойную жизнь, и она достойно ушла из этой жизни. И люди будут её очень помнить. Я вам хочу сказать, что Кавказ в этом плане вообще очень памятливый. Он вообще очень долго помнит добро. Вот как бы там ни пытались нам привить, мол, с Кавказом, мусульмане, там, ещё какие-то люди, которые в какие-то уходят банк-группы. А они хоть и уходят туда, но ведь среди них немалые раскаившиеся, которые вернулись обратно. И вот смотрите, у нас ведь очень много подвигов, совершённых военными мусульманами, которые на Кавказе. Вот хотя бы взять вот этот Нурбаганов, которого взяли боевики, и они поиздевались над ним, а потом уже перед смертью он произнёс вот эти простые, но просто в какой-то степени, знаете, мистические слова «работайте, братья». И знаете, как наши военные откликнулись «работаем, брат». И вот такой вид ухода из жизни, он людей действительно делает братьями, он делает родными, он делает сёстрами, и он делает родственниками. И здесь уже перемешивается всё. Здесь не надо перемешивать кровь, там, я по наследству от мамы, от папы. Это передаётся, видимо, всё-таки вот через подвиг и через такие великие поступки. Или как, допустим, вот Филиппов Роман, который погиб, наш лётчик, которого взяли в плен. Ведь его какие были последние слова? Это вам за мужиков. Понимаете, вот это я отдаю свою жизнь за наших мужиков. И они ведь именно таким образом его и поняли. Или вот этот капитан-лейтенант Колесников в подводной лодке «Курс», который в последнюю минуту жизни, уже захлёбываясь в этой лодке, он знал, что ему жить осталось несколько минут. И он на мокрой бумаге под потолком написал прощальное письмо своей жене. Не надо отчаиваться. И она не отчаялась. С ней был прекрасный репортаж, вот с этой женщиной. И вот знаете, в чём минус нашего телевидения? Что вот эти вещи надо показывать в самое рентабельное время. Когда у экрана сидят все, сидит семья, сидят дети, сидят внуки. И вот на этих примерах надо и учить. И люди учатся. У меня достаточно встреч по всем регионам России. И когда говоришь по-настоящему о жизни, вот просто говоришь молодёжи, давайте просто поговорим о жизни. Это не лекция и не доклад. Давайте просто поговорим о настоящей любви, о семье, о вашей фамилии и о вашем роде. И знаете, им это нравится. Причём, когда говоришь, давайте поговорим как со взрослыми. Вот как будто вам лет не 15-17, а как будто вам лет 25-30. Для них это так необычно. Им это нравится. Им нравится, когда с ними говорят как с большими. И поэтому они не засыпают никогда. И как-то мы вот в этот час, просто смотришь там по залу, что с ними главное не надо перебирать. Потому что темы всегда очень сложные. И у них не должно оставаться вот чего-то пересказанного. Вот просто, вы знаете, есть такое понятие чувство меры. И вот эту меру не надо перебирать. Лучше не досолить, чем пересолить. Лучше пусть вопросы останутся. Лучше вопросы, да. Чем уже будет, а уже перестаньте. Виктор Николаевич, вот еще один урок кизлярских событий. Второй раз за минувшие несколько лет Господь выводит, скажем так, в герои людей, мимо которых мы, как правило, величественно шествуем в храм, порой даже не глядя в их сторону. Вот в кизляре блаженная Ирина Мелькомова, да, ну, которые доброжелательно относились, да, но тем не менее это кто? Это человек с паперти, да. А в Южно-Сахалинске в 2014 году, когда в кафедральном соборе тоже была стрельба, только там вооруженный преступник зашел в храм и уже внутри церкви открыл огонь, погибли пожилая монахиня, матушка Людмила Пряшникова. Она тоже вызывала огонь на себя, закрывая других. А на паперти находился 34-летний Владимир Запорожец. И это вот как раз тоже вот человек с паперти, человек с церковного двора. И вместо того, чтобы куда-то убегать, ну, или, например, там, звонить в поле, он просто пошел в храм. И он был вторым человеком, который принял на себя смертельное ранение. Вот второй раз мы видим, что не презирайте ни одного из малых всех, потому что ангелы их на небесах всегда видят в лице Отца Небесного. И мало того, иногда эти люди становятся теми, кто просто спасает жизнь другим. Вот, вы знаете, предсказать и предвидеть подвиг по любой судьбе человека, наверное, все-таки невозможно. Подавляющее большинство людей, которых мы сейчас с вами славим и о которых говорим, они ведь, я думаю, в быту были совершенно скромные люди. Скромные и неприметные. Они всегда отличались своей стеснительностью. Их помнили как людей очень добрых. И будут помнить такими. Но чтобы, допустим, готовить человека конкретно на подвиг, наверное, такого невозможно. И у нас ведь об очень многих впоследствии говорят, вот смотри, а мы даже не предполагали. А как можно вообще это предположить? Вот, допустим, взять того же старшего лейтенанта Прохоренко, Александра Прохоренко, который погиб в Сирии и вызвал огонь на себя. Его окружили со всех сторон. Его жестоко убили. Но ведь знаете, какие слова, которые могут стать вообще, ну, в какой-то степени символом для любой семьи и эталоном для подражания. Вот последние его слова были. «Передайте моей жене Кате, что я ее люблю». И все. И вот эти слова передали. Вот это тоже подвиг. Вот знаете, говорят, герой России, герой Советского Союза. А вот это тоже героизм. Вот в последнюю минуту жизни сказать именно о своей жене. Это настолько сложно и страшно, что человек, даже находясь в таком состоянии, уже на том свете, у него все равно в душе, на уме и в сердце именно вот эта фраза. Он ведь ее не берег и не отрабатывал специально. И таких случаев у нас очень много. Когда люди вот именно таким образом совершают. Или как Николай Майданов, который погиб. Вот когда он за что получил звание первого, первое звание героя Советского Союза. Когда на борту вроде бы были все десантники, которых подняли, а одного не хватает. Уже у одного началась истерика. Потому что нас всех тут сейчас перебьют. И абсолютно спокойный голос Николая на четвертом международном канале связи. Он тогда сказал, мы или все взлетаем, или все остаемся. Нашли этого парня, он ворыки сошел с ума, обнял валун и хохочет. И вот понимаете, таких случаев и таких примеров их нам Господь посылает, видимо, для того, чтобы вот сразу привести в чувство нас. Потому что чем в более грешном состоянии мы живем, тем более грозный и страшный подвиг нам посылается. Для того, чтобы мы именно таким образом воспринимали. Нам, видимо, с этой целью была послана и великая отечественная война. Чтобы не было потом другой войны. Но вот мы как-то неблагодарны в этом плане, чтобы взять и отблагодарить, и не повторять. Но вот так вот устроен человек. Виктор Николаевич, спасибо огромное за участие в этом сложном, но очень нужном разговоре. Спасибо вам, дорогие друзья. Наше время в эфире «Истекло». Это была программа «Честное мнение». Даст Бог, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok